всем привет мои хорошие всем доброе утро вот короче не успела встать на дело патчи начинаем с вами новый вложек ой на улице вообще что-то как-то вообще ужасно пасмурно дождик и ужасно сегодня надо идти в больницу терапевту короче собираемся вместе с вами сейчас будем завтракать будем делать все свои делишки темнота друг молодежи идем с мою ванну так ну что я встала очистила это мицелляркой личика протерла сейчас делала патчи чтобы они у меня сняли припухлость и синеву соответственно и будем дальше делать свои манипуляции всем доброго утра хорошего дня расположение духа бодрости чтобы все планы которые вы хотите осуществить они исполнились и покажу вам некоторые свои покупки которые я сделала для чего для лица в аптеке ну короче потом увидите начала я делать кое-какую процедуру связано с моим лицом так идем короче с вами делать завтрак что я буду завтракать 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 так значит я делаю кашку смотрите вот сюда вот у меня один пакетик быстро растворимую кашу сегодня сделаю сейчас залью кипяточком сделаю бутер так вот такой вот у меня хлебушек этот хлебушек без муки на зернах без муки на зернах я вот сюда вот его намажу такую вот штучку красивую вкусненькую альмете с томатами по-итальянски очень вкусно очень мне понравилось вообще там такая творожная идет смесь на твороге вот такая вот сюда намажу и сюда же я положу свой любимый с выберу авокадо почищу пол авокадо я нарезаю дольками и накладываю сюда и это мой завтрак и посмотрим может быть кофе во первых я пью и либо кофе либо ромашковый чай у меня есть такой ромашковый чай в пакетиках вот такой вот ромашковый чай я его пью вообще от чая отказалась чая не пью иногда пью кофе по утрам естественно натуральный кофе то есть не это вот ромашковый чай да кстати вчера сходила сделала ноготочки френчик френчик давай фокусируйся френчик покажи мой любимый френчик очень-очень люблю френч вот или пью кофе кофе у меня вот здесь находится знаете такой вот кофе я покупаю в океи у на молотый то есть зерна это молотится специальной машины вот такое покупаю пью очень вкусно со вкусом апельсина вообще обалденный а здесь у меня кофе тоже натуральный молотый уже продается в готовом виде такой вот он ничего не увидите короче он темный такой вот он на это шоколадный что он какой-то там типа типа оля со сливками что такое вот кстати патчи у меня знаете какие сейчас я вам покажу 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 все все покажу вот такие вот у меня патчи такие патчи с сайта хер уже под заканчиваются black gold ну надо заказывать снова там уже в корзину положила хочу обратно наверное закажу это птичьи гнезда как там они правильно от них есть маски и есть вот эти вот патчи вот маски хочу попробовать очень хорошие отзывы прям рекомендуют и патчи на эту штучку не обращайте внимание это короче у меня высыпание происходит когда я что-нибудь не ту сожру у меня кишечник сразу дает реакцию часть сожрала либо какая какая-то приправа до эту реакцию либо чё-нибудь 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 обычно я такого ничего не жру иногда конечно мне бывает слабость тем но позавчера я съела шаурму верно может быть от этого либо на какую-то приправу у меня такая реакция вот ну короче всем доброго утра я же сказала и приятного аппетита завтракать поехали ну все девочки позавтракала я так было очень вкусненько у меня короче значит что сейчас вот патчи уже сняла так патчи сняла вот такой вот эффект ну вот здесь вот этот глаз мне конечно выдает выдает меня предатель вот но свет конечно тоже не очень значит что протер на лицо тоником моим от клиник которая вам показывала хороший тоник прям попробуйте хочу с вами значит сейчас мы сделаем масочку перед масочкой покажу что именно я приобрела недавно в аптеке много есть отзывов по этому поводу давно я об этом хотела наблюдала стремилась в итоге короче приобрела приобрела вот такие вот баночки в аптеке в любой аптеке продаются такие баночки стоят я заплатила 1300 здесь идет четыре баночки это альпина пласт марка банки вакуумные косметические здесь диаметр 50 33 22 и 11 самая маленькая да вот такие вот баночки такой вот коробки значит они здесь вот так вот лежат есть там инструкция есть вкладыши все это можно прочитать посмотреть то есть без проблем но проблем значит баночки для чего вы можете это делать баночки для массажа там на теле там грудь на груди я вот делала самая большая баночка сейчас расскажу вот там сзади как бы вот эта вот наша холка которая там да опять же холка это наш лишний вес жир надо худеть вот и на шее и на лице я купила для шеи и лицо я уже делала два раза эффект мне нравится то есть выравнивается контур лица когда по массажным линиям ты это все правильно делаешь там инструкции нарисована именно массажные линии как это делается лоб соответственно чтобы не было морщин чтобы не было заломов пожалуйста я вот борюсь с этой морщинкой со своей я почему перешла на баночки девчонки я в свое время очень так как я в индустрии красоты больше двадцати лет работаю я в свое время испробовала много всяких инъекций нити я не делала но пластическая операция тоже не делала блефоропластику тоже не делала уколы ботокс там гирлуронка потом всякие там носогубки все 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 это все делала губы все это делала сейчас у меня все натуральное все свое я давно не делаю буду наверно уже так не собрать два или три в итоге говоря и да есть быстрый эффект он временный и ты подсаживаешься на систематику вот это вот как знаете привыкание происходит и идешь 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 он короче я поняла что это не для меня в итоге я естественно наш организм состоит из мышц тела и лицо в том числе и конечно это нужно не лениться и нужно этим заниматься не за один раз а когда вы делаете это вот вы месяц проделаете увидите результат и вы поймете это короче вот этот вот вот эта баночка самая большая тоже по массажным линиям я как бы шею грудь все это делаю поменьше баночка она мне больше нравится на цепляет хорошо и вот я и делаю значит лоб направление значит да по массажным линиям делаю и контур лица все это делаю делаю все это прекрасно вот так же вот эти вот кстати наши как они называются вот эти вот кольца венера кажется что ли если не ошибаюсь ну то есть как бы есть у нас на вот у меня есть одна залубина такая вот на шейке ну короче тоже это все делается все это делается банками а делаю я вот на такое вот купила кокосовое масло маленькой такой маленьком бутылечке купила индийское вот такое кокосовое масло у нас здесь рядышком есть магазин натуральные травы там туда-сюда короче я там увидела и купила кокосовое масло холодильник ставить нельзя но будет твердеть это не рефинированное то есть его можно наносить на лицо маленьком бутылечки ничего хорошее масло прям на масло хорошо то есть наносите во первых кокосовое масло полезно для кожи во вторых кстати с кокосовым маслом я избавилась от таких вот всяких вот твердышей вот этих вот на локтях если у кого-то есть проблема вот здесь вот на локтях я каждый раз я вообще кокосовом масле приготавливаю пищу обязательно то есть растительное масло я исключила свой в рацион и своей семьи тоже и кокосовое масло у меня есть у меня было американское заказывала сейчас вот я вот здесь чтобы не ждать купила индийское недавно купила российское у нас здесь спаре попробовать ну ничего вроде нормально и чину там хорошие компоненты натуральное кокосовое масло там идет первого отжима должно идти есть рафинированное есть не рафинированное значит смотрите и вот с кокосовым маслом я избавилась от этих вот штучек которые вот есть на локтях честно могу сказать и посоветовать значит вот это вот кокосовое масло наношу на лицо и уже потом баночками все это делаю есть вероятность вы можете оставить где-то тенечок потому что мы же не делаем это каждый день и и поэтому мы не профессионалы немножко у меня здесь было такое вот здесь когда вот эти вот мышцы я прокатывала и было немножко но как бы знаете это ничего проблемное нет это все быстро проходит тем более есть специальные крема которые могут это все избавиться от этого вот и я это все делаю как бы контур вот эти вот брыли чтобы не было понимать потому что когда ты худеешь ну как бы я в позиции похудания да и соответственно наша кожа она истончается обвисает где-то что такое хотя я сама по себе толстокожая но все равно я видела такой вот момент и я начала делать массаж включила в рацион прямо ежедневно на завтрак авокадо то есть полезные жиры чтобы все-таки у нас нормально было все с кожей и вот эти вот брыли вот эти вот привод в этих местах в этих местах вы не поверите вот я сделала всего два раза она начинает подтягиваться уходить ну и соответственно все по массажным все наверх все наверх все наверх вот эти вот да наши носогубки тоже то короче я это вижу результаты всего я делаю чуть-чуть я представляю что будет когда ты будешь делать много поэтому рекомендую баночки обязательно не лениться и делать масло масло можно любое там но я как бы я люблю какое-то свое масло вот я короче заказала вот я хотела вам с вами поделиться этими баночками так что бегите в аптеку еще хочу показать мою покупочку купила две маски на пробу балабаке вот это вот марка биокос косметикс значит есть маска анти-эйдж с муцином улитки обладает уникальным регенерирующим олаживым действием уменьшает пигментацию в равнии тон кожи увлажняет приносит я не тусклой кожи для лица и шеи не пробовала ни разу а это с гиалуроновой кислотой обеспечивает лифтинг короче какую попробовать какую попробовать наверное вот эту сейчас сделаю это на потом мы сделаем а это сейчас откроем вместе с вами сделаем эту масочку попробуем что она из себя представляет и будет нам счастье да я значит патчи у меня были я умылась потом лицо мыло лицо своим африканским мыло короче у меня такой русский язык африканским мыло 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 лицо вот такое вот африканское мыло с сайта ахерп я заказываю 200 с копейками стоит просто бомбическое мыло бомбическое классное мыло работой с черными точками хорошо после него хорошие ощущения и вообще ну классно вот мне нравится очень очень нравится потом протерла тоником личика коник и давайте я сделаю маску немножко как бы увлажнить потому что я здесь времени от времени делаю кислоты не кислоты а у меня тоники есть на кислотах вот такой вот тоже сэсэсэсэсэсэсэ саёк элизабек а вот такой вот тоник у меня есть вот он я его на ночь периодически протираю Он, кажется, здесь у нас с этим, как его называют, кислоты здесь или что здесь? Кажется, кислоты. И у меня ещё есть крем с... Господи, тоже с этим, как он называется, наночная. Но сейчас покажу его. Забыл, как называется. Ладно, давайте маску сейчас сделаем. Так, что у нас здесь написано? Способ применения на чистую, слегка увлажнённую кожу. Чистую, слегка увлажнённую кожу. Лица наносим маску 15-20 минут после применения остатки состава. Смыть очищающим лосьоном. Я с ней с помощью влажно-косметических. Так. Так, ну ладно, сейчас я сделаю и вернусь к вам. Всё, я нанесла масочку. Разговариваю с трудом. Прямо с трудом. Короче, лекала, знаете, такое большое. Ну, очень большое, прям на большое лицо. Вот, у меня лицо-то не такое большое. Здесь, видите, излишки есть. Ну, ничего. Запах приятный. Такой, прям очень приятный. Она такая охлаждающий эффект имеет. Прямо... Короче, сейчас надо лечь и релаксировать в ближайшие 20 минут. Вот. Жидкости много, достаточно. Про крем, который я вам сейчас только что рассказывала. Это ретинол, однопроцентный. Вы его нигде не купите. Только в Америке. На сайте iHerb. Вот, пожалуйста. У меня заканчивается. Да, я знаю, девочки. Кислоты, ретинол наносить надо в зимний период. Пятое-десятое. Это я все прекрасно понимаю. Вот такой вот он, желтенький. У меня осталось прям чуть-чуть. И у меня подходит срок годности. Я его решила добить. Ничего страшного нет. Я потом, на следующий день, наношу кремышек с SPF. Кстати, тоже с сайта iHerb. Натура Републик. 50% SPF. Вот такой вот кремышек. Некоторым он не нравится, потому что он имеет такой подсвечивающий эффект. Когда на него наносишь, что-то такая подсвечивающая. Мне нравится. Я прям балдею. Мне нравится. Как-то такая кожа извне увлажнённая, подсвечивающая. Вот. Этот ретинол я вообще обожаю. Я его очень сильно люблю. Во-первых, как бы работает с прыщиками, высыпанием, подсушивает. Ну и, соответственно, он работает с нашей кожей. Заставляет регенерация там как бы работает. Ну всё-всё-всё. Вот ретинол. Он, значит, здесь надо иметь достаточно такое привыкание, чтобы не было у вас всяких там высыпаний. Поэтому я каждый день не делаю. Я делаю там через день, через два. Вот. Мне нравится. Надо мне его добить. И это... На следующий год, в зимний период, обязательно его куплю. Он мне нравится, соответственно. Ну всё, я пошла релаксировать 20 минут. После 20 минут к вам вернусь. Будем собираться. Мне надо бежать к терапевту. Сдать очерёдные анализы. Вот. И как бы это... Только на мою терапевту вообще не прорваться. Женщина толковая в умное. Людей к ней много. И каждый раз не прорваться. Тут чудом у неё оказался талончик. Вот. И я хочу к ней вот взять анализы, чтобы сдать всё это. И чтобы всё у нас было хорошо. Поэтому вот так вот. Ну, девочки, всё. Мы собрались. Сходили по делам. Вернулись сейчас. И вот хочу вам кое-что показать. По дороге назад купила я. И поделиться с вами с одной такой... Как сказать? Маленькой неприятностью. У нас, как всегда, больницы это... Хотя я никогда не люблю кого-то хаять. И я не люблю хаять в больнице. Я довольна своей больницей, своей поликлиникой. Довольна своим врачом. То есть всё замечательно. Но, как всегда, есть определённые недостатки. Попала к своему терапевту. Взяла направление на анализы. Сдам. Через неделю будет готово. У меня там кое-что надо проверить. У меня, в связи с тем, что я худею, и что-то происходит неправильно в организме, связанное с питанием, именно с мочевой кислотой. Оно у меня завышено. И как бы вот надо перепроверить. И, соответственно, может быть, что-то исключить из питания. Как говорится... Как мне сказали, что я много употребляю животного белка. Вот. И я через пару дней там записана к хирургу. У меня как бы есть одна такая маленькая шишка. Её надо как бы удалить. Вот. И я хотела раньше времени это сделать. Не то, что сейчас именно сделать, а именно просто, чтобы осмотр сделали. И произошёл неприятный конфликт со стороны врача. Это было что-то нечто. Это была куча эмоций. Это была беготня со второго на третий этаж. Это включили туда... Короче, и терапевт пострадал на неё, накричала она. Я наблюдала за этой... за этим ситуацией. И не понимала вообще, где я нахожусь. В поликлинике или в дурдоме, честное слово. И мне было так стрёмно. Естественно, я отказалась через пару дней по записи идти к этому врачу. Я записалась к другому врачу в официальный... Вернее, главный корпус. Потому что моя поликлиника – это филиал. И как бы туда уже к другому врачу мне посоветовали. Сказали, что очень хороший, грамотный мужчина. То есть врач, хирург. И он классно вообще всё. И достойный. Достойный званию врача. Потому что я считаю, что учителя, что врачи – это как... Я не знаю, это образно говоря, как миссия человека. То есть что у учителя от Бога есть учителя от Бога, что у врачей от Бога. Это действительно нужно просто любить свою профессию, любить людей. И всецело положить в свою жизнь этой профессии. И это достойно просто похвалы, достойно наград. Но истеричные врачи, которые тебя могут выкинуть за дверь, тебя могут послать или как-то ещё что-то сделать. Ну, я считаю, что это недостойно. И, конечно, для меня это был какой-то определённого характера шок. Потому что я не ожидала, молодая девушка, моего возраста, вести себя так неадекват. Ну что ж. Короче, не будем долго состряться. Бывает такое в поликлиниках. Я думаю, что многие с этим сталкивались. Хотела вам обратно по пути. У нас есть здесь несколько магазинов. И я зашла в пару магазин. Купила кое-какие средства. Для домашнего использования опять взяла вот мои любимые диски. Ола Силк. Всем советую, присмотритесь. Я взяла две штуки, потому что они были по акции 50 рублей. Также я взяла опять с чистой линии вот такой вот мыло жидкое. Знаете, понравилось мне мыло. И очень понравилось. И, во-первых, чистит, ну, как моет хорошо, очищает, не сушит кожу, не содержит красителей. Очень такой хороший, приятный запах. Листьев берёзы. И вот знаете, что я хотела сейчас с вами вместе почитать? По-русски-то написано? Из чего состав-то? Вот, да, есть. Так, так, так. Так, вода. Содио-молу-рес сульфаты. И сульфаты есть, да? Короче, всё, сок берёзовых листьев. Калицерин, парфам. То есть, написано, жидкое мыло содержит натуральные компоненты, отмеченные в составе. Ну, так, да. Кто более разбирается в этих составах, конечно, он более поймёт. Я немножко в этом не разбираюсь. Дальше, что я купила? Я купила от марки Баби Агафья. Значит, здесь восстановлющий мыжевеловый крем для ног. Народное средство от мозоли и натоптышей. У меня нет натоптышей. Есть определённые мозоли. Соответственно, он закрыт вот так вот. Запаха я не чувствую пока. Значит, взяла его тоже. Он там стоил копейки. Мне вообще нравится марка Баби Агафья. Честно вам могу сказать. Не знаю. То есть, вот чисто линии Баби Агафья, если брать вообще из экономных таких марок, то есть, ну, дешёвых, да? Мне очень нравится. И, значит, здесь 75 мл. Восстанавливающий крем для ног помогает избавить стоп от мозоли и натоптышей, делая кожу ног мягкой и нежной. Так, сок ягод дикого доурского можжевельника оказывает противоспалительное антисептическое действие, глубоко питает, восстанавливает кожу стоп. Масло арктической полыни эффективно размягчает мозоли и натоптыши. Органический эстракт тысячелестника интенсивно увлажняет, успокаивает кожу, предвращает сухость стоп, обладает мощным заживляющим действием. Ну, кстати, красиво написано, да. Но что самое главное, вот у Баби Агафья, вот что есть там, шампуни, бальзамы, я в своё время очень-очень давно пользовалась и в работе тоже. Ну, я не знаю, там, лет 10-15 назад, сколько она уже. Здесь на соке диких ягод одобрена Ассоциация народной медицины. Попробуем, как это будет всё происходить. Взяла вот такой вот, попробовать надо. Я думаю, что будет неплохой. По крайней мере, Баби Агафья меня никогда не расчаровывала. И взяла вот такой вот скраб, здесь 300 мл, мороженое на сахаре, скраб для тела. Гладкость, упругость кожи, масло дико-арктическое мороженое на коричневом сахаре с косточками малины. Вот так, с витамином С. Взяла попробовать, потому что... Ну, вот так вот здесь закрыто крышечкой. Ой, пахнет вообще обалденно. Пахнет обалденно, не буду открывать. Он такой, видите, там с частичками. И хорошо будет, надеюсь, скрабировать. Вообще, я люблю Баби Агафьи использовать скрабы. Вот с такими частичками у них. Там в таких пакетиках раньше продавалось. И очень мне нравится. То есть, действительно, там чувствуешь... Я, кстати, в пустых баночках как-то показывала. Очень чувствуется, что там есть компоненты, действительно. Не просто там какая-то жижа, что-то намешано. А именно вот те частички, которые заявлены, компоненты, они там прям видно присутствуют. Ну, вот такая вот баночка, небольшая. И попробуем обязательно. Я думаю, что классная будет штучка, тем более на сахаре. И забежала вкус Вилл. Мне нужен был крем для глаз. Для кожи вокруг глаз. И увидела там, решила попробовать. С гиалуроновой кислотой. Питает ищает кожу век. Обладает омолаживающими, отмечающими эффектами. Здесь 30 мл. Он недорогой. Он достаточно такой дешёвый. То есть, он в порядке 250 рублей. Я вообще, если честно, не ожидаю от кремов в общей сложности никаких таких эффектов вау. Тем более, вокруг глаз. Ну, потому что я точно понимаю, что мои морщины, они никуда там за одно применение не убегут. То, что я уже как бы им попользовалась. Ну, попробовала на руке, да. Запаха никакого нет. Достаточно такой плотненький. Быстро впитывается. И, ну, нормальное как бы ощущение. И я думаю, что будет хорошо. Здесь состав вода специальной очистки. Ксила, ксилианс. Витамин В5, витамин Е. Масло лимона из трактороза. Заскорбиновая кислота. Большой такой составчик. Вот. Герлоновая кислота, соответственно. Достаточно натуральный, честно говоря. 100% натуральный эмулькатор. Достаточно натуральный. Так что присмотритесь к Усвили. Почему бы и нет. Там есть крема, есть дневные, есть ночные. Я взяла этот. И вот на эту пасту я не так, ну, как бы смотрела. Решила её приобрести. Зубная паста без фтора. Я уже не раз говорила, что я люблю отбеливающие пасты. Не содержит фтора. Содержит цинк уголь. Значок я не помню, что это обозначает. Вот этот вот. Аджи. Не помню. Короче. Колоидное серебро оказывает мощное антипатриальное действие. 75 мл. Не содержит фтора. Не содержит. Ролл. Адстировано на животных. Прикиньте. Ну, короче, неплохая зубная паста. Давно на неё смотрю. И вот решила приобрести, попробовать. Чтобы понять, как она работает. Вообще, как она отбеливает. Будет ли отбеливать такой вот тюбик. Закрыто всё. Да. Ну, посмотрим в практике, как это всё будет происходить. Активный состав пасты. Фермент папаин. Способствует удалению зубного налета. Здесь уголь. Эфирное масло кедра. Эстракт шалфея. Эстракт петрушки. Вот так, да. Да. Есть такое. И, соответственно, всё остальные компоненты здесь, как заявлено, уголь бамбуковый, уголь древесный. Заявлено всё натурально. Никаких этих нету, то, что плохо нам вредит для зубов. Поэтому вот я хотела попробовать. Хочу перейти на хорошие пасты натуральные. Вот ещё и в поисках по поводу дезодоранта. И никак не могу определиться. Всё шариковое. Какое-то у меня сомнение к ним. Даже не сомнение, а скептическое какое-то мнение. Но, может быть, всё-таки надо просто попробовать. Это так. У меня, знаете, бывает там, как его, скептиз от того, что пережитки прошлого когда-то пробовал и не понравилось. В принципе, на этом я хочу закончить свой влог. Пожелать вам хорошего настроения. Хорошей погоды. Чтобы хорошо гулять вам. Гулялась. Тем более, сегодня у нас первый день лета, с чем вас поздравляю. Сегодня день защиты детей. Первый июня. Всех детишек поздравляю. Чтобы они были крепки, здоровы, счастливы и веселы. И всех-всех-всех деток, чтобы хранил Господь. И на этом всё. И до новых встреч. Всего хорошего. Берегите друг друга. Всем пока-пока.